Как выбрать акции, которые приносят наибольшие дивиденды? Сколько сейчас примерный размер дивидендов в процентах? На что можно рассчитывать? И какими ресурсами пользоваться для того, чтобы где искать информацию о дивидендах, о каких-то иных вещах? Начнем с того, что здесь нужно предостеречь человека, что можно получать хорошие дивиденды на истории, и тут возникает вопрос в том, сколько акций должно быть в портфеле. Окей, я вам говорю, есть ресурс. Забиваете в Яндексе управляющая компания Доход дивиденды, просто в Яндексе, попадаете на сайт компании Доход, и у них, соответственно, там есть прям отдельно фундаментальный анализ, отдельная вкладочка дивиденды, то есть человек туда может зайти, и они прямо отградированы. То есть есть рейтинг, какая дивидендная доходность, как часто происходят выплаты, то есть в принципе управляющая компания уже позаботилась о том, чтобы эти истории отобрать. Другой вопрос, что люди говорят о дивидендной доходности 25 процентов, куплю на все, но нужно смотреть, что тоже понимать, что наряду с дивидендами, насколько стабильны эти дивидендные выплаты, то есть там есть, как раз таки, если в компанию провалится, можно посмотреть, насколько стабильно дивидендные выплаты, как регулярно они платят, может это какая-то разовая сделка, условно центральный телеграф, да, продал свое центральное здание в центре Москвы, от этого получил деньги и выплатил их в форме дивидендов акционерам. И дивидендная доходность в космос улетела, да, Человек, соответственно, покупает акции данной компании, а на следующий год дивидендов нет, потому что уже нет здания этого. То есть разовая это сделка или это происходит постоянно. Посмотреть, насколько происходит увеличение дивидендных выплат год от года. И то есть есть градация, то есть там уже отобрали компании, которые в прошлом были хорошими в плане дивидендной доходности, которые в будущем могут быть хорошими в плане дивидендной доходности. Но опять-таки вопрос, здесь очень много ограничений, которые тоже нужно иметь в виду. И все-таки, если говорить о том, с чего стоит начинать, вообще в принципе пассивный доход – это история, когда у вас уже есть капитал. То есть когда капитал сформирован. И в принципе основной посыл данного видео, которое я хотел сказать, в принципе понимание того, что задача человека в момент, ну с течением времени перевести свой активный доход, в инструменты получения пассивного дохода. Это можно делать исключительно посредством инвестирования. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин